Стоял, понимаешь? Не давал мне закрыть. Я говорю, я сейчас позвоню в милицию. Когда начал это, он на меня гнул. Я сюда, вот на этот телефон, а он сверху, прям на меня, и давай отнимать телефон. После видеть, что не получилось, я телефон в карман нахватил, он тогда меня хватает, и я его, ну, за это, схватил, вместе мы на земле. После, он два раза меня пнул, вот, машина-то работала, плюс зажигания в этом. Там он садится, закрывает это, а стекло было открыто, вот. Я за это останавливаюсь, какой, он разворачивается, бьет одну машину. Тут мужики там вылетали, вот, на шум, на вот этот, вот. Он все равно, там, дергал-дергал ее, там, звук такой сильный, на венталку, что ли, наверное, попадал, вот. А после, раз и через бордюр, там вот эта двухэтажка, а там бордюры высокие, вот. Он прям напрямую и пошел. А как вы его опознали? Ну, как вы обознали? Просто, когда человек хватает тебя за шкирку, за грудь, вытаскивается машина. Я угнал машину, в связи с тем, что у нас сложился с мужчиной конфликт. Вы в каком состоянии были? Трезвый, выпивший? Вы в этом состоянии, в каком-то состоянии? Ну, там, ну, жизненную ситуацию, обстоятельства. Не планировал, там, пойти и специально, там, дать машину. Просто вот так получилось, что мужчина открыл дверь, у меня, ну, как специально, и у меня выпала бутылка из рук, которую я только купил. Ну, и разбиваюсь. После этого я попросил, хотя бы, его довести меня до дома. Ну, на что он начал, у нас начался конфликт, и он, там, честно, не помню, ну, какие-то слова не сказал определенные, что... Ну, он не так сильно салитил. Я его спасил и выпихнул с машины. Так что я сел в машину и уехал. Вы сожалеете о случившемся? Да, очень сильно сожалею. Раскаиваетесь? Да, полностью. В кратчайшие сроки сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области установлено, что преступление совершил ранее судимый 22-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде содержания под стражей.